Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Череду праздничных событий в Анапе открыли концертные программы, посвященные Дню России. 12 июня на новой сценической площадке «Ракушка» у киноконцертного зала «Победа» перед жителями и гостями курорта выступили вокально-инструментальные ансамбли города-курорта. Концертную программу, посвященную Дню России, открыл юношеский хор «Аквамарин» детской школы искусств номер 2 с песней «Симфония России». Также на сцене выступил ансамбль казачьей песни «Соловейка», коллективы «Акварель», «Звонница», «Друзья», «Гармония Орфея», участники клуба «Дорога добра» и другие любимые коллективы города. Праздничный концерт продолжался более трех часов. Зажигательные песни и танцы превратили улицу Горького в настоящий музыкальный флешмоб. На набережной прошла презентация открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок-2014». Фестиваль проходит в Анапе с 1992 года и впервые за 22-летнюю историю «Киношок» представили летом, в день открытия сезона. Один из самых знаменитых кинофестивалей России презентовали на специально сконструированной площадке у археологического музея «Гаргипия». О новинках кинофорума в этом году рассказала генеральный директор фестиваля Ирина Шевчук. В сентябре зрители увидят картины российских режиссеров и стран бывшего Советского Союза. Особое место в фестивале занимает детское кино. Гимн детского кинофорума исполнил заслуженный артист России, поэт и композитор, почетный гражданин Анапы Григорий Гладков и поздравил жителей и гостей курорта с открытием курортного и киносезона. 14 июня Анапа удивляла своих гостей в течение всего дня. Тысячи зрителей были поражены масштабом и красками грандиозного вечернего шоу «Анапа. Море, лето, музыки и света». Праздник прошел на театральной площади. С главной площадки и тысячи собравшихся гостей приветствовал глава города Сергей Сергеев и почетные гости. Самое яркое в России – солнце любит в Анапу и гостит на курорте 281 день в году. Ясные дни в Анапе прославил народный артист России Олег Газманов. В программе Олега Газманова самые курортные песни «Я по жизни загулял, танцуй пока молодой, морячка». Зрители тепло встретили победителей телепроекта «Битва хоров Хор Кубани» и вместе с артистами пели любимые песни. Концерт продолжил певец и шоумен Тимур Родригес. Отметил, что открытие сезона в Анапе ждал вместе со всеми жителями России. Концертная часть завершилась грандиозным фейерверком. Ярким завершающим штрихом к старту курортного сезона в Анапе стало открытие уникального светомузыкального фонтанного комплекса. Аналогов такого нет ни в одном городе России. Строительство комплекса из пяти поющих фонтанов в самом центре курорта Анапы инициировал глава города Сергей Сергеев. Воплотил идею в жизнь коллектив специалистов компании «Фонтанград», создавший более 40 гидротехнических сооружений в России и странах СНГ. Комплекс в Анапе – настоящее чудо техники и творческого замысла. Он состоит из пяти поющих фонтанов общей площадью 90 метров. Главный фонтан 23 метра в диаметре, а четыре водные чаши по 6 метров каждая. Неповторимый водный узор создают 300 специальных насадок и 320 светильников. Тысячи зрителей стали свидетелями открытия уникального фонтанового комплекса. Под классические, всеми любимые современные мелодии родилась самая настоящая феерия воды и света. Лазерное шоу добавило объема восхитительному представлению, которое наверняка надолго запомнится новчанам и гостям курорта. Лучи лазера спроецировали парящую в небе птицу и развивающихся рыб, а затем в небе на водных струях написали «Анапа-2014». Знаменуя грандиозный финал открытия сезона в Анапе, который этим летом ждет гостей, обновленный и сказочно красивый. В Анапе развернут штаб по оказанию помощи беженцам из Украины. Такое распоряжение дал глава курорта на общегородском планерном совещании. Также на планерке обсудили медицинское обеспечение в детских здравницах и правила входного контроля за состоянием здоровья пребывающих на отдых маленьких гостей. В Анапе Сергей Сергеев поблагодарил всех, кто готовил и проводил праздник открытию курортного сезона за работу. Смотрите сегодня в итоге мы в выпуске программы. Обеспечение безопасности в районах Джимы Те, Витязево-Благовещенской и курортной Анапы, где высокоплотность застройки обсудили сегодня на комиссии по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Новые принципы организации работы территориальных органов самоуправления обсудили анапчане за круглым столом. С днем медицинского работника и спасибо за работу в городском театре. Труд лучших в профессии врачи и медсестер отметили грамотами и благодарностями. Лучшие в крае, лучшие во всем высокого звания удостоили руководителей спортсменов детско-юношеской спортивной школы номер 4. И сейчас обо всем подробнее. Незаконные торговые павильоны, гостевые дома, возведенные в обход строительных норм, представляют собой источник повышенной опасности в случае возникновения нештатной ситуации. Как в короткие сроки исправить ситуацию, обсудили сегодня на заседании КЧС. Глава курорта провел совещание. Застройщики приняли участие в обсуждении проблемы. Плотная, зачастую самовольная застройка территорий, а также несанкционированная торговля представляют потенциальную угрозу в случае возникновения ЧС. Выездная комиссия проинспектировала наиболее уязвимые места, представляющие повышенную опасность. Это участки на территории Большого Утреша, поселка Витязева и в районе 1-го Джаметинского проезда, которому может угрожать подтопление. Кроме отсутствия ливневки, существует проблема, созданная самими жителями-застройщиками. В настоящий момент улица Морская, Виноградная, Степная и проезд 1-й имеет предельно плотную застройку. Сочетание старых и новых зданий с тупиками в конце и начале улицы. При малейших дождях уровень поверхностных вон составляет от 20 до 40 сантиметров, на отдельных участках до 50. В районе Фея на расстоянии более 300 метров ограничено сплошным трехметровым бетонным забором. По нашим расчетам может скопиться объем воды до 12-15 тысяч кубометров. Следует отметить, что из-за бесконтрольной застройки ширина проезжей части сейчас менее 4 метров. Ни одна АС-машина в настоящий момент там не пройдет. У нас остается один вариант действий при выпадении месячной нормы осадков, если в течение суток произойдет. Это полностью остановить воду, подачу воды на Пионерском проспекте и частично в Витязево. Тем более, что в ливне такие меры уже предпринимались. Осложняется ситуация тем, что на некоторых участках застройщики уменьшают до недопустимых размеров и без того узкие проезды, ставят на красные линии кафе и торговые ряды. Я проник, Алексей Алексеевич, привлечь юридическую службу нашу архитектуру и управление земельными отношениями. Выявить собственников, тех, кто подостроил дорогих объектов незаконно, которые сегодня мешают проезду специального транспорта, проходу людей и могут быть источником опасности в случае возникновения чрезвычайной ситуации и подготовить исковые заявления о сопротивлении деятельности. Это как бы обеспечительная мера. А исковые заявления о сносе законных строений. То, что там творится сегодня, это полное безопасность. Полное. На заседании комиссии заслушали доклад начальника отдела по транспорту и связи Юрия Кудрявцева. Поскольку владельцы автомобилей, как канапчане, так и гости курорта, нередко нарушают правила парковки. Улочки заставлены так, что ни пройти, ни проехать. Не говоря уже о движении спецтехники и автомобиле оперативных служб. По результатам мониторинга установлено, что на данных улицах расширяется парковка транспортных средств в нарушении требований, запрещающих дорожных знаков 327. Решение власти однозначно – бороться с нарушителями правил дорожного движения, для чего были предприняты соответствующие меры в преддверии курортного сезона. Глава города-курорта Сергей Сергеев дал поручение инспектировать также трассу через Суконо-Утриш в районе ФДЦ «Смена», где паркуют автомобили вдоль трассы, нарушая правила дорожного движения и нормы безопасности. Глава курорта проконтролировал ход ремонтных работ городского роддома. Сегодня его делает новый подрядчик. Прежний пытался выдать халтуру за профессиональную работу, но обман не прошел. Фасад родильного дома уже однажды пытались обновить, но подрядчики оказались недобросовестными строителями. Они пытались халтурку выдать за профессиональный ремонт и уже в самом начале работ, заведомо зная, что нарушают строительные нормы, затребовали миллионы в качестве оплаты. Глава тогда вмешался в этот процесс, который контролировала бывший заместитель главы по социальным вопросам Гузенко. Чутьем опытного хозяйственника, а потом и разбирательством с горестроителями, он доказал, что город пытались обмануть. Это связано с тем, что предыдущий подрядчик поставил не тот утеплитель. Он был 5 миллиметров, а по технологии и по ведомости объемов работ он должен был быть 5 сантиметров. На самом деле проблема со старым подрядчиком не только в толщине утеплителя. Хотя вот он лежит рядом и его можно с легкостью сравнить с тем, что сейчас устанавливают рабочие ООО «Идеалтрейд». Новая компания, которая выиграла тендер на ремонт роддома, предложила свой проект, в котором учтены все требования к социальному объекту такого плана, как родильный дом. Сейчас идет замена окон, отделка откосов, подготавливается основа под пандусы. Консультации с других отделений, скорая помощь на носилках привозят пациентов. И потом просто посетители отделения, посетители маломодельные. Строители, что работают сегодня на роддоме, делали ремонт детской городской больницы у нас в Анапе. И, похоже, понимают, какой значимости объект им доверен. Мы пришли с серьезным настроем и хотим сделать объект для того, чтобы людям нравилось и были довольны. Глава поручилась готовить таблички с адресом фирмы, ведущей работы, и извинениями перед родителями, которые до самого октября будут приходить за своими малышами во двор, где кипит стройка. Но самое главное, чтобы она кипела. Во всяком случае, строители заверили, что отделанное современными цветными композитными материалами, это здание украсит больничную территорию, станет нарядным, красивым и комфортным. Глава города заверил строителей, что не оставит эту стройку без своего контроля. В субцехе сносят заброшенное здание бывшего клуба. Сгоревшее еще в 2008 году, постройка откровенно уродовала местность. И нередко становилась пристанищем для бродяг. В ближайших планах местных властей облагородить территорию и украсить ее цветами. От старого дома культуры на несколько часов осталась только хайнлайновская дверь в лето. До приезда спецтехники с ковшом. Графские развалины после пожара шестилетней давности разобрали и вывезли на нескольких большегрузных машинах. Строительный мусор убирают до мелких крошек, чтобы на растиченной площадке создать благоустроенный участок. Уже запланированы работы по благоустройству территории. Там, где ранее стояло уродливое здание, высадят цветы и декоративные растения. Нововведения в системе органов самоуправления обсудили за круглым столом. Заседание провел председатель Совета депутатов Леонид Кочетов. В Анапском филиале Московского государственного университета имени Шолохова состоялось заседание круглого стола по теме реформирования системы местного самоуправления. В его работе приняли участие депутаты Совета муниципального образования, город-курорт Анапа, члены исполкома местного отделения партии «Единая Россия», преподаватели и студенты-дипломники по специальности государственное и муниципальное управление, а также представители молодежного совета при главе муниципального образования. Участники круглого стола заслушали послание президента Российской Федерации Владимира Путина к федеральному собранию от 12 декабря 2013 года и указ от 7 мая 2012 года, касающийся реформирования системы самоуправления. Важность реформы в ходе заседания круглого стола подчеркнул председатель Совета муниципального образования Леонид Кочетов. Самое главное, и этой основной нитью идет и в послании президента, и в последующем выступлении на Совете, о том, что главное – это усиливать роль и самостоятельность органов местного самоуправления. Поскольку позволить им самим распоряжаться своими финансами, готовить свои программы и исполнять. Ну и, наверное, одно из самых важных, конечно, моментов – это, как сказал Илья Владимирович, задача местного самоуправления, чтобы оно было доступно, приближено, и чтобы каждый житель местности мог, как он образно вырезался, рукой дотянуться до своей власти. Докладчиками выступили научные сотрудники МГГУ имени Шолохова. Темы докладов – о полномочиях органов местного самоуправления, о новой должности сети-менеджера, о формировании представительного органа муниципального образования. Бурное обсуждение вызвало темы новых видов образований. Прозвучала информация, что вводятся следующие виды, как городской округ с внутригородским делением и внутригородской район. Коснется ли это Анапы? Эта речь идет, все-таки, будет идти о больших городах, о городах-миллионниках, или это коснется всех городских округов? Ну, уважаемые коллеги, в законе не сказано конкретно, какого городского округа это коснется. Однако при обсуждении вот этого вопроса говорили прежде всего о больших городах, в которых более 500 тысяч человек. Более 500 тысяч человек. Однако, уважаемые коллеги, если представительные органы муниципального образования города-курорта Анапа и, соответственно, законодательные органы субъекта Российской Федерации выскажут свое предложение об организации на территории города-курорта Анапа городского округа с внутригородским делением, то есть у нас будет муниципальное образование, например, 12 микрорайон, там 3А, ну я примерно говорю, да, 3Б, Ну что ж, мы, в принципе, это решение поддержим. Закон это позволяет? Да, на усмотрение органов местного самоуправления? Конечно, и органов субъекта Российской Федерации. Главная задача власти на местах – повысить роль и самостоятельность местного самоуправления. Для этого и проводится реформирование системы самоуправления. В воскресенье свой профессиональный праздник отметили медицинские работники. В городском театре лучших профессий в разных номинациях отметили работу врачей и медсестер. Вручили награды и подарки людям в белых халатах, спасателям по призванию, тем, кто спас сотни жизней, подающим надежду молодым специалистам и представителям семейной династии врачей. Каждый раз обращался за медицинской помощью, доверяя врачам самое дорогое – здоровье, а порой и жизнь. Лечить людей – это призвание. Хирург Виктор Крывули – человек легендарный во всем. Человек эпоха, врач от Бога, депутат, грамотный администратор. Виктор Андреевич – лауреат номинации «Легенда здравоохранения». Поднимите руки, кто хотя бы один раз бывал на приеме у Виктора Андреевича. Аплодисменты Виктора Андреевича. Профессия врача требует особых душевных качеств, высокой квалификации, знаний и умений, отвечающих требованиям сегодняшнего дня. Молодое поколение принимает эстафету спасения жизни. Врач-эндокринолог Виктория Димурчева, победитель номинации «Молодой специалист», принимает больных и в Гостогаевской, и в отделении терапии городской больницы. Виктория Димурчева, ведет прием специализированных пациентов. Самое главное в нашей профессии – это сострадание к пациентам, конечно, неравнодушие, да, и внимательность, наверное, ответственность. Все-таки нужно относиться к своей профессии с любовью. Медицинских работников с праздником поздравили творческие коллективы курорта. Мэр Анапы Сергей Сергеев отметил работу специалистов почетными грамотами за выдающиеся заслуги и благодарностями за многолетний добросовестный труд. Я хочу сказать слова благодарности людям, которые в нынешнее время, да, совершают героические поступки. У Анапы есть своя специфика, которой нет у других городов и районов Краснодарского края. Это то, что Анапа – город-курорт. И мне бы хотелось, пользуясь сегодняшним случаем, чтобы курортная медицина, ну, если слово подходит, дружила, то примите его, дружила с муниципальной медициной, чтобы это было одно целое. Отметили работу медиков санаторно-курортного комплекса. В номинации «Курортная медицина» лучшая и главная медицинская сестра Наталья Журавлева и руководитель медицинского центра «Санатория Делуч». Профессия врач, профессия медицинская сестра – это не только профессия и название. Это жизнь, это милосердие, это сердце, которое отдано людям. Врач года – нейрохирург Артем Айропетян. Отметили бригаду скорой помощи в номинации «Спасение года». Случай на Утряше – один из самых тяжелых. Москвич с сахарным диабетом забыл дома инсулин. Скорую вызвали, когда мужчина уже был в коме. Оказанная вовремя помощь спасла гостю жизнь. Лауреат в номинации «Лучшая медицинская сестра» Надежда Лосочкина. Успевает сделать все дела не только на работе, но и дома по хозяйству. Я люблю свое операционное дело. Кроме операционного дела я ничего не могу. Ни в одном отделении я только знаю свое дело. По домашнему, конечно. Я люблю дом, я люблю хозяйство. У меня все нормально. Как и в любой профессии, у медиков есть семейные династии. Лауреаты в этой номинации – врачи в третьем поколении вечурины. Награда «Общественное признание» у Валерия Маскакова. На пуль диспетчера поступил вызов, машина выехала в сельский округ и застряла в снегу. Валерий Маскаков не оставил машину скорой помощи и в 20-ти градусный мороз ждал вызволений снежного капкана. В день профессионального праздника врачи и медсестры принимали поздравления. И в каждой речи звучали слова, насколько важна профессия людей в белых халатах. Подведены итоги краевого смотра конкурса среди государственных спортивных организаций на лучшую постановку работы за 2013 год. Министерство науки и образования края признало лучшей на Кубани детско-юношескую спортивную школу номер 4 города-курорта Анапа. После церемонии награждения в Краснодаре торжественное вручение грамот и подарков состоялось на базе спортивной школы в Анапе. Детско-юношеская спортивная школа номер 4 на протяжении всего существования входила в пятерку сильнейших краей. По итогам работы за прошлый год признана Министерством образования лучшей спортивной школы Кубани. Грамота Министерства образования награждается МВУ до Дюшанова 4, занятшая первое место в краевом смотре конкурса за лучшую постановку работы по подготовке спортивной резервы среди образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и их отделений по итогам 2013 года. В числе награжденных грамотами губернатора и Министерства образования края тренер Сергей Галаян и его воспитанник Самвел Бабинян. Бронзовый призер первенства России подзюдо 2014 года. Серебряный призер третьих евразийских юношеских спортивных игр подзюдо. Родная сестра Самвела Зарина в этом году вошла в десятку лучших дзюдоисток мира в своей весовой категории. Она двухкратный победитель и бронзовый призер Кубка Европы подзюдо. Есть, конечно, соперничество, но не сильное. Не хочется проигрывать, потому что, если, допустим, у него есть результат, мне не хочется проигрывать, чтобы не становиться хуже. Если у меня есть результат, у него становится стимул. Как бы друг друга вот так вот подстегиваем. У нас семья вообще не спортивная, никто даже не касался спорта. Вот. Привел двоюродный брат как бы в спорт, ну а сам для себя тренировался. Но родители очень помогают в спорте, фанаты. Еще одна грамота Министерства образования вручена Кристине Усовой, завоевавшей в этом году серебро на первенстве России подзюдо. Потомственная спортсменка в равной степени занимается дзюдо и самбо. Лин Василий Андреевич, он мой, получается, дедушка. Вот. Я ходила иногда, мне было еще пять лет, я ходила иногда на тренировки. Мне понравилось, я решила попросить его, чтобы он мне разрешил тренироваться. Ну, он сказал, еще маленькая, ну, следующий год взял меня, вот мне было шесть лет. Я сначала у него тренировалась, потом я тренировалась у Шестопаловой. Грамоту, как один из лучших тренеров края, получил Александр Шестопалов. Такие, как он, воспитывают чемпионов. В 2013 году 410 воспитанников 4-й спортивной школы получили разряды. 12 стали кандидатами в мастера спорта, 4 – мастерами спорта. И один подтвердил звание заслуженного мастера спорта России. В 2013 году юные спортсмены 4-й спортивной школы привезли в родную Анапу более 350 медалей с различного уровня соревнований. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазин изделий из камней самоцветов Тайной Медной Горы. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В субботу 21 июня в Анапе облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 22-24, ночью до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный, порывистый до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра рпутного столба. Температура морской воды плюс 21 градус. В воскресенье 22 июня солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 22-24, в ночь на понедельник до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 21 градус. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Телефоны 48300 и 48333.